Друзья, всем приветики из города Владивостока, всем приветствую, всех приветствую, всем благодарен, что смотрите, оставляйте комментарии, мы находимся с вами в 71 микрорайоне улица Луговая, магазин Рэми, яром отгрузился, сейчас мы с вами съездим на фарфоровый завод на фарфоровый завод с вами съездим, там я отгружусь, друзья, и поедем с вами за город, по обездной нам нужно с вами съездить, трудовое, угловое, в тот район прокатиться, у нас сегодня солнышка нету, что-то как-то так скучновато без солнца, скучновато строчку тут замутили быстренько, быстренько, смотрите как строят быстро, когда есть деньги, строят быстро не знаю, пока не знаю, что здесь будет то ли торговый центр, то ли то ли, то ли жилой комплекс посмотрим все пока все в порядке сейчас мы здесь с вами спустимся на стрелку потом на Фадеева и туда к фарфоровому заводу осторожненько опа так, все, повернули, повернули спускаемся потихонечку спускаемся здесь у нас слева будет улица Ватутина поворотик а мы ниже, ниже, ниже спускаемся тут, как я помню, улица яблочная а налево стрелковая опа яблочкова яблочкова название да, друзья, вспомнил уже по названию вчера мне написали с Петербурга написали, вроде бы и первая рабочая и вторая рабочая такие улицы были но я быстрым делом зашел в Википедию посмотрел нет, таких улиц во Владивостоке не было была вот третья строительная она сейчас есть вторая, третья и была четвертая но ее переименовали в монтажную а первая и вторая рабочая только были в городе Артеме вот как-то так вот как-то так там было много чего интересного какие улицы переименовали как они раньше назывались мне даже было в диковинку так посмотреть вроде не было вроде не было как я посмотрел так что вот как-то так как сегодня хорошо сегодня вообще спокойно спокойно смотрите даже здесь на Стрелковой никого нет вообще замечательно замечательно друзья белые мухи полетели обалдеть белые мухи я тебя посмотрю прогноз может быть снегопад сейчас выпадет ничего себе ничего себе я что-то даже и не ожидал бам-бам-бам бам-бам-бам так вот мы уже и на Фадиво на Фадейку мы заехали посмотрел прогноз минус два небольшой дождь небольшой дождь вот это да вот этого нам не надо ну что ладно что будет то будет вчера мне написали что на халяву можно и пешком ходить в столовую да я согласен но вот друзья отсюда дойти до фарфорового завода там покушать простоять в очереди вон они опять пацаны пошли я всегда в обед получается да время из 5-12 до туда пока дойдешь там поешь потом обратно спустишься дойдешь до работы и опять работай ну блин ну это не дело надо же покушать полежать отдохнуть ну по мне это по мне так а так вот ходить ну не знаю ну может у пацанов заработная плата там хорошая то тогда согласен так конечно ходить долго в столовку вот сюда не в столовую хоть гостиница еще есть отель отель не помню как он там называлась отель так нам вот сюда вот сюда флагманом опа ну и все сдал я тут груз все поехали друзья с вами по объездной по объездной по объездной сейчас подумаю как дорога поведет так и поедем или сначала в трудовое заедем по дороге по пути как на Артем где есть улица первая первая рабочая и вторая а потом на угловое нам туда надо на базу в лад с нами заехать посмотрим про дороги мне все пишите друзья уехали отсюда как были дороги здесь никчемные так они и остались да друзья дураки дороги Россия дорогу ну никак невозможно сделать вообще вообще опа все поехали поехали опа низководный мост так сейчас поворачиваем и едем решил я съездить сначала на трудовое по дороге там по дороге по дороге разочарование спеть вам что ли блин чтоб вы не скучали спеть вам друзья что вам спеть заказывайте песню но только через донаты я вам спою вот я вам спою опа сады приморья сады приморья да только тут ценник на квадратный метр очень большой а так все нормально вот так напоение 80 км в час можно да нажимаем круиз контроль и полетели полетели в общем заедем трудовое потом через угольное угловое через угловое через угольную на весеннюю бам и мы там там все в одном трудовое весеннее угольное и там отгрузимся и в город и нам напоследок останется колодочке отдать на бам 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 и все ну вот мы и добрались практически добрались ух ты сколько здесь запчастей ой мы практически добрались колеса продают кто у меня спрашивал про колеса друзья у нас я как-то показывал или не показывал уже и не помню у нас человек на хранение положил колеса я вот вам приеду покажу зимние колеса зимние колеса я вам покажу и скажу цену какую они еще подорожают эти колеса подорожают по-любому да тут сильнее идет дождичек вроде как дождичек какие-то мухи летят все у пельменной номер один мы отгрузились пельменная номер один первая рабочая пельменная номер один отгрузились в этой мельнице тоже все поедем с вами поедем садим на пригородную на Владснаб туда съездим туда съездим не люблю когда пасмурно когда солнышко вообще прекрасно ну ладно такое бывает тракторички продают погрузчики молодцы я и говорю что были столько есть техники современные современные материалы и люди умные ну дороги сделать не можем ну еб парасаты я понимаю это все с годами с веками так сложилось деньги то наверное может и выделяются на это но как-то плохо это все работает плохо это все работает не знаю все повернули на угольную угольная угольная улица Гагарина сейчас будем проезжать металлобазу с правой стороны вон она металлобаза работает работает только кирпичный завод там закрыли почему мне вот интересно не восстанавливать кирпичный завод было бы зачем покупать китайский кирпич когда сами раньше там наверное уже и оборудования нету если было бы оборудование можно было бы самим производить кирпич вот металлобаза здесь с китая металл сюда привозили отсюда вывозили привозили ух какая площадь что-то здесь будет какое-то производство может быть где-то стоит вот здесь будет с левой стороны кирпичный завод почему бы его не не восстановить ну это надо вкладывать деньги у кого есть деньги железные пути есть все есть пожалуйста завозим материал и делай кирпидоны все будет замечательно у нас как всегда выгоднее купить в Китае чем самим производить но здесь вот как и в многих местах уже давным-давно нужно сделать светофор на этом пешеходном переходе давным-давно въезд здесь платный я не помню 30 рублей а Владоснап Владоснап здесь есть что купить по сходной цене скажем так есть японский магазинчик у меня тут две коробочки я их отнесу зашел в японский магазин пока товар сдал а там у них на ресепшене пряники лежат один пряник 250 рублей такой маленький маленький такой я такой думаю ну больше я цены смотреть не буду в бане 250 рублей пряничек ну может быть он и вкусный согласен но 250 не 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 оп все полетели в город полетели друзья я все хочу цену сравнить то что я им привожу и по какой цене они потом продают какую накрутку они делают вот эти японские корейские магазины как нибудь как нибудь соберусь сделаю вам небольшой обзор посмотрю выпишу какая цена для них и по какой они потом продают выставляют мне само что-то стало интересно мне очень стало интересно если пряник пряничек такой маленький 250 рублей ну и вот и мы уже на заре на заре на заре сейчас с вами прокатимся до бана и все и будем отдыхать как всегда бам-бам-бам бам-бам-бам но сегодня посвободнее ну вот поворачиваем на бам-бам-бам-бам что-то тут затруднено движение что случилось друзья что случилось на бам-бам туговато едем опять мухи полетели белые непонятно то ли дождь то ли снег ну да дело все ближется к марту в марте может насыпать по колено ну и растаять сразу да 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 ну все на бам сходили отдал я две колодки на сафари по 800 рублей и одна колодка на велику 500 рублей нормально нормально вот все поехали на склад ну все едем на склад вспомнил я же вам не должен показать колеса которые там человек положил на хранение и он их продает зимние колеса покажу какой размер и по какой цене ну вроде 49 тысяч рублей так что вот такие дела то что у кого есть долг есть желание можете покупать я еще тот бизнесмен как кто-то мне говорил займись ты говорит бизнесом стань риэлтором кто мне еще предлагал ой-ой-ой да блин на дождик все пошел сильнее и сильнее блин надо дворники покупать уже дворники покупать ладно сейчас я вам покажу а я где-то заснимал друзья я вам покажу колеса какие так что если что обращайтесь вот друзья колеса новые колеса новые колеса там где у них тут вот 265 60 18 49 тысяч рублей комплект 4 колеса так что у кого есть желание я потом могу взять у человека телефончик который продает и там с ним договоритесь не проблема вот такие дела